ПЕСНЯ 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 СОСТЕЛА РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕСНЯ НАДЕЖДА ПЕСНЯ ПЕСНЯ że И каждый праздник мы обязательно встречаемся с чаепитием. И вот именно в таких беседах возник вопрос о названии коллектива. Было очень много вариантов, но по предложению одной из участниц, Людмилы Ивановны Николаевы, и со всеобщего одобрения, коллектив стал называться «Пудержима». Знакомство с фаперными традициями Зоонежья начиналось в коллективе со своими протягивами, вирических, свадебных и подремных песен. Вы знаете, что Зоонежье не только богатый крал минералами, но и духовной культурой. Это, конечно же, и свадебные обряды, и гребутские обряды, и песенная традиция. И вот как раз наш коллектив занимается именно Зоонежской песенной традицией. Но нужно отметить, что многие песни Зоонежские участницы коллектива не слышали от своих родных, от родителей, но сами, так получилось, что сами их не пели. И некоторым приходилось управлять голосом Зоонежа и учиться, производить мелодию и запоминать сложные поэтические тексты песен. Я хочу сказать по поводу сложности текстов. Песни, это Зоонежские, они очень долгие, как их называют, очень протяжные. И если не представлять, наверное, картинку, да, вот по сюжету, какая там эти песни создаются, то, наверное, невозможно, наверное, как их запомнить. Но, тем не менее, постепенно-постепенно изучение песен положительное влияние. Постепенно репертуар коллектива стал пополняться песнями других районов Карелии, но все-таки основу нашего репертуара составляют песни Зоонежа. И уже сейчас коллективно насчитывается уже более 100 песен. Изучая песни, в коллективе возникла потребность не только петь, но еще танцевать. Итак, теперь в нашем репертуаре есть такие старинные танцы, как ланцы, кадрит, балван, чистола, танцы 20-30-х годов, 20-го века. Это такие, как Полька, Проковяр, Хеленск, Круппа, Испания. И вот у нас появились еще новые программы, не только связанные с заняшственными традициями, но и связанные с военными традициями. У нас есть такая программа, военные песни времен Великой Отечественной войны, которая впервые прозвучала на пасхальных встречах в апреле 2010 года. Конечно, коллектив занимается еще активно концертной деятельностью, принимает участие как в мероприятиях в музее, так и в мероприятиях в других учреждениях города. Очень часто нас приглашают в презентации видов и творческие встречи с известными коллективами, главными писателями, которые проходили в национальных библиотеках, в зале Центр Национальных Петербурга, в Которг-Петербургском Союзе, в Северном Соломене. Кроме того, у нас немножечко расширилась наша география. Мы не только в Петрозаводске выступаем, но и стараемся приезжать в наши заняшские деревни. Это были полезки такие, как село Космос, Райк, Кузаран, Блогу, Спаску, Блогу, Зазелье. Также нас очень приглашали в Сегежу, в Конову. И буквально в прошлом году для нас было большое-большое событие такое. Нас пригласили на международный финский фестиваль в Сомово, который называется Сомово, который проходит в поселке Калевало. Каждый год на этот фестиваль финны приглашал один из коллегских коллективов. С каждым новым выступлением приходило умение держаться на сцене и бороться со страхами, возникающими перед публикой. Практически для всего состава подобных ног в ноги. Многим, как я уже говорила, приходилось управлять своим волосом, чисто воспроизводить ноги и напоминать сложные льготические тексты песен. Но благодаря трудолюбию, терпению, огромной любви к актерным песенам традициям зоонерия, эти трудности становятся преодолевны. На сегодняшний день партнерная группика у делюшка занимается около 14 человек. Причем, когда первый раз мы собрались на репетицию, это у нас цифра была такая, 7 человек. Она была плюс, либо минус, кто-то так, кто-то приходил, кто-то уходил, 7 человек. Теперь это у нас практически в два раза, за 11 лет в два раза коллектив увеличился. И практически все женщины, они старше 50 лет, в пенсионном возрасте. И в связи с этим уделяются некоторые особенности в работе с таким творческим коллективом. Конечно же, в первую очередь, здесь важным является стабильность и регулярность занятий. У нас занятия проходят два раза в неделю, по полтора часа, на которых мы стараемся петь, стараемся двигаться. Причем я хочу отметить, что мы танцуем не под музыкальный инструмент, а под песню. То есть мы сами поем, мы сами танцуем. И так как люди уже в достаточно таком иконном возрасте, то танцевальная и песенная нагрузка на репетициях обязательно дозирована. И здесь действует главное правило у нас. Здоровье превыше всего. Такое систематическое обучение заключается в регулярных занятиях и тренировках голосового аппарата, которые только и могут привести к полноценному развитию голоса и музыкального слуха. При разучивании песен обязательно ставится аутентичная запись. А записи мы, я использую, экспедиционные записи, как свои, так и экспедиционные записи сотрудников музея, которые хранятся в архиве музея, и экспедиционные записи нашей консервы отложки. Каждой участницей раздается текст, где женщины делают пометки в своих текстах, что помогает запоминаниям эротического языка. Кроме того, чтобы легче настроиться на ту или иную песню, при ее исполнении необходимо заполнить, как звучит голос исполнителя. И здесь важно, конечно, терпение руководителя, потому что это не совсем просто так послушал, так же спел. Потому что тут надо очень много нюансов отметить, потому что мы сейчас слышим очень много песен, очень хороших песен, хочу сказать, причем воспитанных на советских песнях, которые немножко другие, нежели, чем традиционные песни, зоонежские песни, которые были дотованы еще в начале 20-го века. Сейчас их тоже можно записать, но, к сожалению, в возрасте нормального, достаточно такой вот, ну, к сожалению, уходит из жизни бабушки, дедушки, которые подходит, чтобы действительно записать что-то, которые что-то все-таки уполнят. При исполнении и при разучивании песни один из основных принципов – это естественность и удобность. Если нам удобно, и мы можем петь, что нигде у нас ничего не болит и никакого дискомфорта мы не испытываем, значит, мы делаем все правильно. Если при пении чувствуется дискомфорт, то можно получить заболевание носа и связок. Здесь очень важно, важно, если руководитель где-то вот что-то как-то слышит, то нужно, чтобы не так, лучше сразу прекратить свои занятия, чтобы сделать это в бежке. Также при дискомфорте звучания голоса можно нести на себе чертой желтости и грифливости. И это не совсем характерно для исполнения, например, протяженной, протяженной песни, или романса. Конечно же, очень много приходится работать с музыками, потому что музыканты, протяженной песни – это немаловажный момент. чтобы здесь вот уже у музыкантов, да, у исполнителей. Есть такой вот термин – цепное дыхание. Вот работа на цепном дыхании важна для того, чтобы добиться протяженности случайно, а не часто до коротких стоп. Здесь главное умение слушать друг друга и вырабатывать чувство локтя. В основе наших занятий лежит основное правило. Каждый участник костюма должен получить удовольствие от исполнения и должен быть удовлетворен творческим процессом. И изучая духовную культуру, в коллективе параллельно изучаются материальные. Это, в частности, традиционные костюмы. Вы видите, что все женщины обиды традиционные костюмы. У кого-то это заливский костюм, у кого-то это корейский комплекс. Но тем не менее. Хочу сказать, что одни и самые первые костюмы, участницы коллектива, они жили сами себе. Вот это очень большой-большой плюс. Потому что если сам сидишь, потрубишься, да, то потом приятно одеть, особенно приятно идти на сцену. И, как я уже сказала, что каждая шива, расширяя себе костюм пожеланий. И, используя такой комплексный подход образовательной деятельности, а именно изучение духовной и материальной культуры, зонежно, можно выполнять выявить музыкально-певческие задатки, которыми обладает каждый человек. И вот опыт показывает, что пением успешно могут заниматься те, кого обычно считают к этому не способны. Вокальные данные участниц коллектива проявляют и развиваются часто совсем неожиданно в процессе систематической работы, в изучении песенных жанров. При этом у всех стран становится богаче и речевая именно на сцену. И есть некоторые сложности, когда возникают такие вот выступления, например, на сцене, да, при работе с аутентичным материалом. Это вот самая первая сложность, это взаимоотношение между точностью воспроизведения и необходимостью ориентации на зрителя. Вот в естественных условиях традиция не предполагала наличие зрителя. Каждый являлся участником действия. Но вот когда появляется зритель, наступает в силу законы сцены. Возникает необходимое значительное сокращение времени исполнения. Если песня раньше звучала, могла звучать, ну, предположим, на 15 минут, то в большой концерт, где у нас, например, на 15 минут выступления, надо показать как можно больше репертуар, как можно больше возможностей зоонежской клубной культуры, и 15-минутную песню мы, конечно, вынуждены сокращать, для того, чтобы показать более, больше материалов. И, кроме того, если спеть просто песню, для современных зрителей, современных слушателей не всегда будет понятно, что это за песня, о чем это песня. Ведь каждая песня в той традиции, да, в нашей зоонежской традиции, она звучала именно в конкретный момент, именно в конкретное время, в конкретном обряде. И для того, чтобы было для зрителей более понятно, я обязательно всегда перед исполнением песни всегда оставляюсь рассказать, в какие моменты обряда и в какие моменты звучали песни. Ведь, как вы знаете, зачастую, в православии существуют поздники, да, во время поста перес определенные песни, то есть свадебные и веселые песни не пелись, не пелись на огородках от тиражей, в области. Когда пуск заканчивался, начиналось веселье, и тут уже могли танцевать, танцевать. Кроме того, были специальные такие вот посиделки, веселые, молодежные веселые, веселые, где собирались взрослые, пожилые женщины. Да, есть эти песни, которые, где не могли исполнять, например, взрослые, пожилые женщины, не могли исполнять какие-то молодежные песни, например, да. Поэтому очень много таких нюансов, о которых я всегда перед исполнением песни всегда рассказываю. Как я уже сказала, наш коллектив всегда выступает, мы всегда очень рады, когда вас куда-то приглашают, мы всегда с радостью принимаем это. И очень часто у нас приглашают в дома ветеранов, в какие-то социальные какие-то вреды. И, кроме того, у нас очень часто приглашают в школы, в детям, причем в школы к детям, не только здоровым, можно сказать, а наоборот, у которых что-то не так, не в порядке. И для нас это, ну как, мы очень рады всегда приглашению. Почему? Потому что даже и здоровые детки, и не совсем здоровые детки, они должны слышать песни, те, которые звучали здесь у нас в Каллине. Вот это вот самая главная задача нашего коллектива, процесса сохранения певческой традиции, песни о народном искусстве и передачи его в доме к академии. Ведь современные условия городской жизни, они приводят все больше отдаленности от традиционных людей. Уходят из жизни людей живой фактор. Раньше, в шестом двери, ребенок слышал песни матери. Потом, когда ребенок прослел, он слышал песни спательные, он слышал песни игровые. Когда женщина, уже вышедшая замуж, у нее появлялись совершенно другие жанры песенного фольклора. Это были протяжные песни, это были романсы, как еще любили говорить, жестокие романсы, которые всегда заканчивались очень трагично. Мы сейчас смотрим все сериалы, да, раньше сериалы сами себе женщины пели, когда собирались на посиделки. И таким образом, в жизни женщины, в жизни мужчины, потому что мужчины были тоже свои песни, они, вся жизнь была сопровождена этими песнями, они слышали уже эти вот музыкальные формы, да, восприятия. Если маленький ребенок должен учиться как-то, то его учили через потешки, через загадки, через поговорки, приговорки. И естественно, таким образом, естественным образом, усваивался молодой музыкальный, патриотический язык, постигали основы традиционной культуры. И взрослее ребенок, он уже естественно включался в систему трудовой и праздничной обрядовой жизни взрослых, в христианское общение. И связь ребенка с родителями, с семьей, с общиной, было тесным и глубоким. Вот одно из основных принципов существования нашего коллектива, это желание приходить на репетиции и концерты, желание изучать новые песни и танцевальные жанры компьютерного наследия Зоонежья, и желание участвовать в творческой жизни коллектива. Но самое главное, мы решаем поставленную нами же задачу сохранение Зоонежской культуры и передача знаний этим молодому поколению. И наш девиз, который не очень понравились эти слова, как девиз, который сказала Палитина Николаевна Загумина, «Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего». Вот так. Палитина Николаевна Загумина Загумина Загумина, żyć голос раздается, Знай подруга наша, Да с милым расстается. Знай подруга наша, С милым расстается. Провожала полю я до чистого поля, Провожала полю Зачастого поля, я во поле, поле, да речи говорила. Я во поле, поле речи говорила, речи небольшие, да два слова сказала. Два слова словечка, да корено сердечко, да два слова словечка, корено сердечко. Куды, милый, едешь, да куды уезжаешь? Куды, милый, едешь, куды уезжаешь? На кого же ты меня, мой милый, оставляешь? На кого же ты меня, мой милый, оставляешь? Оставляю я тебя, да на людей, да на Бога. Оскоряю я тебя, да на людей, да на Бога. На людей, да на Бога, да нас на свете много. На людей, да на Бога, нас на свете много. Нас на свете много, да выбирай любого. Нас на свете много, выбирай, да любого. Выбирать я буду, да любить не стану, выбирать я буду, а любить не стану.